Книжка поэта Книжка поэта Книжка поэта Книжка поэта Книжка поэта В Первой мировой войне Касаткин-Ростовский получил ранения и четыре контузии. Был отправлен в госпиталь, но все равно настоял на возвращении в строй. Издавал достаточно много сборников стихов. В 1917 году большевики убили его мать и его сестер. Он вступил в добровольческую армию, сформировал в Новороссийский сводно-гвардейский полк. В 1919 году возглавлял подпольную офицерскую организацию в Киеве. В Ростове-на-Дону издал книгу «Голгофа России». В 1920-х годах был эвакуирован в Варну. Маленькая такая ремарка. Тухачевский был его бывшим однополчанином. Поэтому он опубликовал статью «Влагковерх Тухачевски» в 1922 году. Я не читал, не знаю, не нашел в интернете. После этого эмигрировал в Югославию, переехал во Францию, служил в страховом обществе, где вместе с женой в 1928 году образовал русский театр, в котором ставились пьесы, как собственного сочинения, так и классики. Продолжал литературное творчество, переводил на французский язык сказки Пушкина. В 1940 году, 22 июля, при горе Парижа, Сен-При кончался. Был похоронен на местном кладбище, но позднее перезахоронен на Сен-Женье-де-Буа. Вот такая судьба у человека. Ну а теперь хотел вам прочесть несколько его стихотворений. Они достаточно небольшие. Вот одно из них. Оно называется «Исповедь». Он ночью был в атаке тяжко ранен, перевязанный в пустой избе лежал. Усталый взгляд его был смутен, туманен. Тихо он священнику шептал. Я знаю, я умру. Я это понял ясно. Я с жизнью примирен, не смею я роптать. Но мучает мысль одна. Ведь будет так ужасно, когда про мой конец моя узнает мать. От детских лет мы с ней жили дружно. Делились мыслью каждой своей. Про то, как я страдал, ей говорить не нужно. Что думал про нее, о том скажите ей. Послушайте. И в трепетном сиянии, мерцающей свечей он долго говорил. Про жизни не свои, про прошлые желания. О том, как мать он искренне любил. Шла тихая исповедь, порой прорываясь. Молился пастырь, слушая слова. Безмолвно было все, лишь где-то удаляясь. Ура, в окопах слышалось едва. Вот следующее стихотворение называется «Нагрузчики». Оно было написано тогда, когда в Петрограде, оставленные за бортом жизни офицеры, образовали артерь грузчиков. Мы грузчики. Мы разгружаем вагоны. Мы носим тюки на усталой спине. Мы, те, кто носил недавно погоны и кровь проливали за Русь на войне. Решили нас чинов сред жизни и звания. Решили мундир наш былой красоты. Но кто из души у нас вырвет сознание, что мы перед Родиной наши чисты. За светлую участь родного народа, забыв про опасность в кровавых боях, мы с немцами дрались в окопах три года. С решимостью гордой в усталых очах. Водили вперед мы в атаке колонны, чтобы дать этим благо родной стороне. Мы, те, кто недавно носил погоны, мы носим тюки на усталой спине. И если бы дни наступили другие, и враг на окопы пошел бы опять, мы снова готовы, святая Россия, вести их вперед, чтобы тебя отстоять. Красивое стихотворение про офицеров. Вот интересное стихотворение называется «Молитва». Благослови, Господь, мой путь, открой души моей глубины, согрей измученную грудь того, кто рвется на вершины. Благослови, Господь, разлуку, неугаси мой свет во тьме, подай свою благую руку душе томящейся в тюрьме. И разъясни, в чем путь к спасению, тревоге жизни и борьбе, или призови скорее к себе великой силой прощения. К тому, кто радость вдохновения влагала великое стремление в любви приблизиться к тебе. Красиво стихотворение. А вот такое офицерское стихотворение, точно офицерское. Пусть в стакане желтую мимозу, как привет весны я берегу. Мне дороже дальние березы, что сгибаясь сникнут на снегу. Гнутых низко злобные метели, заливает белую пургой. Втрует им в бару качая сияли, серебит их месяц голубой. Очертания милые их тонут там, вдали. В родной туманной мгле гнутых ветра и березки стонут и зовут к родной земле. Вот некоторые стихотворения Федора Касаткина Ростовского. Тоже интересная судьба белого офицера. Все, пока, всем привет, до свидания.